В июне мы отмечаем Международный день Геральдики. В следующем сюжете мы расскажем, как один из основных источников для изучения родовой Геральдики России, рукопись из библиотеки Потемкина, гербовник Анисима Князева, оказался в фонде Казанского Федерального Университета. В декабре 1786 года русский геральдист Князев преподносит дар императрице Екатерине II собрание фамильных гербов. Рукопись совсем скоро попадает в библиотеку князя Потемкина. В 1798 году ее передают в Казанскую гимназию, а затем в Казанский университет. Мы вводили рукописи редких книг научной библиотеки имени Николая Ивановича Лобачевского Казанского Федерального Университета, чтобы вместе с вами увидеть рукописный гербовник Анисима Князева. Почти сто лет рукопись лежала в забвении. В 1882 году Анис сообщил Артемьев в работе о писании рукописей, хранившейся в библиотеке императорского Казанского университета, охарактеризовав гербовник как одну из замечательнейших рукописей Казанского университета. Из футляра, который состоит из бескислотного картона, мы достаем гербовник Анисима Князева. Нужно сказать, что автором он был преподнесен Екатерине II, императрице. Он был в библиотеке князя Потемкина, и после этого он уже попал в библиотеку Казанского университета. Мы приоткрываем. Здесь можно обратить на золотое оформление. Мы начинаем с вами, открываем, и на первой странице мы можем прочитать как раз собрание фамильных гербов Российской империи. И дальше мы с вами можем обратить на алфавитное расположение. Здесь мы можем найти и князя Потемкиных, вот здесь под этим номером. Князев по принадлежности выделял три вида гербов. Индивидуальные, семейные, родовые. Наряду с мужскими именами в труде зафиксировано 25 печатей, которыми владели женщины, и пять брачных гербов, щиты мужа и жены. Перед нами один из самых значимых источников по российской генеалогии Геральдики. В тексте включено сведения о 377 дворянских родах и принадлежавших им 527 изображениях их гербов. Как известно, по поручению императрицы, данному князеву в 1776 году, он делал выписки в Московском разрядном архиве о дворянах, дворянских службах и доказательствах на дворянство, а также составлял алфавитный реестр всех хранившихся в архиве дворянских родословных с объяснением происхождения родов. Результатом этой работы стала рукопись «Выбор и законов о дворянстве». Очевидно, составление гербовника также можно считать результатом работы князева в разрядном архиве. В предисловии посвящения гербовнику он определяет место гербов среди дворянских преимуществ. Они являются очевидными знаками заслуг каждого дворянского рода перед государем и отечеством. Поэтому пользование гербами дозволяется только с санкцией правительства. Как говорил немецкий писатель Генрих Ман, дом без книг, как комната без окон. Так что до новых добрых встреч в библиотеке. Ведь свобода существует за тем, чтобы ходить в библиотеку. Илья Андреев, Булат Садыков, Универ Ньюс.